Привет всем, с вами снова Денис Рем, вы находитесь в бюро Дестакар и сегодня мы поговорим об автомобиле, который я купил. Audi A8 была у меня с 2019 года, третьего месяца. Она продержалась практически три года. У меня это самый долгий автомобиль, который у меня был. И когда он продался, вы видели, кто подписан на инстаграм, видели историю, что когда мы забирали BMW X4, в автосалоне стояла прямо, когда ты заходишь в автосалон, идешь туда и там стоит BMW M2 Competition. BMW M2. Вообще BMW M2 Competition хотел я уже давно. Ну как давно? Когда она появилась в 2019 году, она вышла рестайлинг М2. Думаю, вот эта машина та, которая может быть, когда-нибудь я куплю. А8. Я говорю, что если А8 продается, то я забираю эту M2 Competition. Приезжает человек из Чехии, покупает А8. Я ему желаю с этим автомобилем всего хорошего, чтобы она не ломала, чтобы он ездил и кайфовал от моей Audi A8. Или теперь от его Audi A8. Я звоню дилеру на следующий день и забираю данный автомобиль. В общем, я поменял вот такой вот корабль на вот такой вот маленький автомобиль, куда даже сложно посадить детей на заднее кресло. BMW M2 Competition теперь есть. У меня. Встречайте. 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 История данного автомобиля. Почему вообще M2 и почему я поменял Audi A8 на M2. В последнее время, как вы все знаете, как наблюдаете за моим каналом, езжу очень мало. И ездить на A8 или оставлять A8 стоять в гараже. За последний год я на ней проехал около 10, может быть, 15 тысяч километров. А это для дизеля очень мало. Платить за него налоги смысла не вижу никакого. BMW M2 Competition по стоимости чуть-чуть дешевле. По страховке то же самое, но по самой стоимости автомобиля он будет немного дешевле. То есть расходная часть станет меньше. Но это практически спортивный автомобиль. Тут, возможно, будет дороже. Мы приезжаем в BMW автосалон Regensburg забирать BMW X4. Тоже белого цвета. Мы заходим в автосалон. В большой автосалон. Вкрывается дверь. Ты заходишь, стоит вот это BMW M2. Мы снимаем сториз в инстаграм. Я прохожу автомобиль и говорю, вот этот автомобиль я бы хотел себе купить. Именно M2. То есть это было, я думал об этом. Прохожу, смотрю, цена 52 900, 52 800. Что-то такое было в районе. Прохожу дальше, смотрю механика. И говорю, вот именно на механике такой автомобиль я бы хотел. То есть это было так, знаете, просто сказал и пошел дальше. Пришли, забрали BMW X4. Уходим, давай, говорю, попьем кофе. Сели, опять прохожу возле машины, опять смотрю, чистая, нормальная машина. Подхожу, дилер, слушай, а сколько будет стоить данный автомобиль, если его в лизинг взять? Он говорит, на лизинг сейчас очень плохие проценты, поэтому лизинг я тебе не рекомендую. Я говорю, ну давай будем делать финансирование тогда. Почтал мне финансирование, меня это устроило. Я дилеру говорю, слушай, если сегодня вечером ко мне должен был приехать клиент на Audi A8, и если он заберет машину, то я куплю данный автомобиль. Дилер мне говорит, у меня два клиента на эту машину. А в это время, пока мы разговариваем, подходит еще один продавец и говорит, это он? Я говорю, не, не я. Мне он объясняет, почему дилер так спросил, еще один продавец, почему он так спросил. Должен был приехать, то есть у этого продавца был уже клиент, который хотел сделать финансирование на данную машину, а у моего продавца должен быть в 14 часов клиент, который хотел еще раз приехать, посмотреть автомобиль и сделать тест-драйв. Но он мне говорит, то есть я у него покупаю машину, мы с ним общаемся. Он говорит, это странный человек, он говорит, уже раз приезжал на этом автомобиле, делал тест-драйв, проверял ее, ему все понравилось, и сказал, что перезвонит. Вот сегодня он хотел еще раз приехать. То есть эта машина была зарезервирована на тот момент, когда я приехал, разговаривал с дилером. Он говорит, должен приехать в 14 часов, еще раз хочет сделать тест-драйв, я говорю, ну окей, если так, то машина тогда не моя. Я не буду переживать, найду себе другую, тем более Audi A8-то у меня не продано, я же не знал, что я ее продам. Он говорит, давай сделаем так, этот человек, который приезжал уже делать тест-драйв, ему делать на тест-драйв на ней не надо, тем более на улице уже было холодно, а она на летней резине стояла. И я ему не буду делать тест-драйв, зарезервирую машину до завтра для тебя, и если ты захочешь ее купить, то есть продашь Audi A8, то тогда мы продадим ее тебе. А первый клиент, который продавец приходил, и он хотел сделать финансирование, и не досылал каких-то документов от Бугалтерии. Я говорю, что их там отсылать? На e-mail зашел, тынс, я отправил, ну две секунды, то есть свои данные от Бугалтерии, чтобы вам одобрили финансирование. Я-то с этим работаю каждый день, я знаю, как это все делается и как сделать это все быстро. Я ему тут же отправляю, вот говорю, на, смотри, можешь финансирование отправить, только под одним условием, если Audi A8 будет продано, я куплю данный автомобиль. Чтоб вы понимали, как я смотрел машину, никогда не делайте так. Я в Германии сейчас покупил этот автомобиль, можно сказать, как частное лицо. На фирму оформил, но у меня есть гарантии и прочее, я могу этот автомобиль вернуть. Вы ни в коем случае не должны так делать, если вы покупаете автомобиль. Если вы не знаете, как с этим работать, как частное лицо, когда вы приходите в автосалон, у вас будут большие проблемы, вы начнете водиться с адвокатом. Для меня это нормально, то есть для меня это ежедневная работа, я знаю, где какие ниточки потянуть так, чтобы это все случилось быстро. Если вы никогда этим не занимались, не покупайте машину никогда так. Смотрите ее со всех сторон, чтобы все было нормально и вас все устраивало. Он мне дал ключ, а я открыл машину, посмотрел. Я сел за руль, я даже не заводил. Я открыл капот, убедился, что там действительно S55. Но это компетичная, она должна быть. То есть в прошлой версии я не хотел до рестайла, точно не хотел до рестайла. У меня есть там определенные моменты, которые мне не нравились. Я хотел именно вот так, чтобы у меня выглядело под капотом. То есть это настоящая М-ка с мотором, с подвеской, это М3, М4. Но я думаю, вы смотрели видео, если не смотрели, то есть до рестайлинга версии стоял другой мотор. А здесь уже настоящий М-очный мотор, 410 лошадей. У прошлой версии было 370 лошадей. И я хотел именно вот такое. Кстати, это же купе. Вот только так. Вы знаете, поначалу, когда забрал из автомобиля, я такой еще... Ну да, но М2. Ну когда ты вот так вот делаешь, это совершенно по-другому все. Так, мотор пока включим. Обычный. Без всяких. Кстати, на холодную она не дает полной мощности. Она и пишет здесь, что сейчас разогреемся и поедем. Тут мы боком часто выезжаем, а когда машина разогретая. Для того, чтобы поехать там на работу или куда-то там на осмотр, я возьму, наверное, на 520. А так чисто здесь помотаться. Да и на осмотр тоже ее можно взять, когда надо. Пригнал я ее с Регенсбурга. Расход у меня был 8,4. Ну, я ехал там 130. Особо не жестел. То есть это экономично, я бы сказал. К машине нужно в первую очередь привыкнуть. На ней очень хочется раздать. Прямо я сдерживаю себя. Ну, и сдерживаю себя, наверное, не в том смысле, что я хочу сейчас раздать. А в смысле того, что я еду на дорогах общего пользования. И раздавать здесь как бы это, в первую очередь, небезопасно для меня. А второе, для участников движения. То есть я адекватный родитель. Я это хочу сказать. Когда я еду на дорогах общего пользования. А в общем, так, по сути, если ехать недалеко на ней, да на ней можно и 500, конечно, и больше проехать в один раз. Но это будет тяжело, потому что машина шумная. И на дальнее расстояние, конечно, ее использовать не очень комфортно. Но если понадобится, если очень нужно будет, ты поедешь даже на таком автомобиле. У меня важно было мотор и коробка. Она на механической коробке передач. Лично для меня, как, наверное, душа дрифтера, мне нужна механика. Я не могу ездить на ПДК на таком автомобиле. Мне это не нравится. По истории автомобиль не был битый, не был крашен. Я не брал лакокрасочный прибор. Я его замерил уже после того, как автомобиль пришел сюда. Я посмотрел машину уже после того, как я машину уже зарегистрировал и забрал на своих номерах. Только тогда я подключил диагностику и посмотрел. Это, наверное, знаете, долголетний опыт, когда ты смотришь каждый день автомобили. Ты подходишь по машине, вот так посмотрел, сбоку посмотрел, вот так прошел. То есть ты прекрасно видишь лакокрасочное покрытие. Тот, кто красит автомобиль, наверное, меня поймет. В общем, раз и 17 тысяч пробега из первых рук автомобиля. То есть я так прикинулся, за и против. Думаю, окей. Закрыл машину, отдал ему ключ. Говорю, давай, если Audi A8 сегодня продастся, я тебе завтра утром скажу. И тогда будем оформлять. Я даже не заводил машину. То есть на это есть определенные причины, потому что я знаю, как с этим работать. Вы так делать не должны. Это плохой пример. Ай-яй-яй, нельзя так делать. Нет, ни в коем случае. Особенно спортивные автомобили МС или там АМГ. Обязательно. Всегда. Просто красиво. Подъехал, там стекло, зеркало, можно сказать. И выглядит пушка. В белом цвете, наверное, да. Больше, чем нет. В синем, может быть. По сути. А если надоест через год, можно все равно ее закатать в пленку. Пленку клеить мы умеем, поэтому не вопрос вообще. Можно было вообще сделать какой-то там дизайн. Ну, я не думаю, что я буду делать на этом автомобиле. Опять же. Не думаю. То есть у меня в первую очередь, когда я купил этот автомобиль, мне не понравилось, что здесь обычные сидушки вот такие спортивные. Ну, то есть обычные, да. То есть у меня в 120-й BMW еще 2015 года стояли такие сидушки. Может быть, я хотел сюда вот эти ковши, которые у АМ стоят. Может быть. Но, с другой стороны, эти сиденья дешевле, и сюда всегда можно поставить ковш. Нормальный, хороший, такой прям, спортивный. Раз, его на трек поставил, чик-то ремни, и поехал. Ремни туда куда прицепить. А если только к изофиксу сверху? Может быть. Кстати, вот я сюда еще с ребенком не садился. Я поставил сюда сидушку, но для ног место есть. Как бы, я думаю, поместится. То есть чисто теоретически можно. Как это будет все практически, не знаю. Еще одна причина, почему дистайлинговая версия на BMW M2 Competition есть вот эти две кнопки. M1, M2. А последнюю версию в G87, это просто вообще-то, это не BMW. BMW должна выглядеть вот так вот. У нее должны быть глазки, у нее должна быть решетка радиатора. Это вот это BMW. Она едет. Этим все сказала. И улыбка на лице сразу. Долго переключается. ПДК была побыстрее. Ну и на ПДК машина быстрее. По паспорту она вроде 4,2, а 4,6, 4,7. Но я не гнался за скоростью. У меня Audi A8,4,7 ехала корова, которая весит почти на 700 килограмм больше. Тормоза здесь феноменальные, конечно. Да. Тормоза хорошие. Шести парсневые и спереди, сзади 4 башни. Это круто. То есть, по сути, это М3, М4, но в обертке М2. Причем это все мягко, комфортно. Это тебе не корче. Это тебе не Ниссан. Сейчас третья скорость, да? Я разгоняюсь, опускаю ее. Вот она в нейтральной. Я нажимаю сцепление. Видишь, она сама делает? Подгоняет обороты под твою передачу. Это удобно. В крайней мере, комфортно. Особенно те, кто мало ездит на механике и не умеет это делать. Я же говорю, я привыкаю пока к автомобилю, а там посмотрим, как он будет. Как он будет, в каком режиме работать. Но пока мне его жалко. То есть, у меня есть автомобили, на которых я буду раздавать. Не успел. Там со второй надо было трогаться, надо было уехать. Первая мала, она коротенькая. Не такая пустая. М2 можно выключить. Да, вот эта кнопка была важна для меня, потому что ты она свою включил и захотел, так и поехал. А на обычной М-ке, то есть до рестайлинга, нужно было держать до SC-офф, ждать пока на руке, и все, и все, и погнал. Опять же, можно М1 включить. До SC-офф. Происходит все быстро, качественно, комфортно. Я уезжаю с автосалона, захожу на сайт мобиле. Да и мне же интересно, почем автомобиль, не взял ли я какую-то ерунду. В принципе, у меня был, как сказать, козырь в кармане. Я просто мог сказать, ауди 8 не продал. Извините, продавайте машину дальше. Я захожу на мобиле.де и начинаю мониторить рынок. Мы же предприниматели, нам же нужно найти цену поменьше. Нам же интересно, что ты покупаешь, потому что это нужно как-то рационально. Рационально, сказал. Так как дрифт и рациональность, или автоспорт и рациональность. Рациональности тут нет никакой. Захожу на мобиле.де, начинаю смотреть. Забиваю 30 тысяч пробега, 2019 год и выше, и механика. Было всего 9 автомобилей на сайте. Три из них были без НДС. Так как я фирма и покупаю этот автомобиль на фирму, мне НДС важен. 9 тысяч евро ты возвращаешь обратно. Три автомобиля были, которые не подходили. Потом был черный автомобиль. Не хочу черный автомобиль. Однозначно нет. Посмотрите, вот черный автомобиль стоит. И это будет постоянно. То есть на черный автомобиль вам нужна скидка на мойку и абонемент годовой сразу. Потому что мыть ее нужно будет каждые 2 дня. Белый автомобиль. Проездил на нем 3 или 4 дня. То есть там вот на боках видно еще. А здесь поверх вот этой белизны. Соли, грязи, песка. Этого не видно. И не так видно. Поэтому был все-таки белый автомобиль, либо сильный. Там цветовая гамма у них небольшая, у Эмок. Поэтому я думаю, белый это самый адекватный вариант, который можно было взять. Это я так думаю, да? Я же с рациональности, с точки зрения смотрю. Белая была, она первая по цене. Следующие пошли 55, 57, 59 и выше. В общем, думаю, ну по цене нормально. 17 тысяч пробега, а там были 25, 30, ну такие. То есть 17 тысяч пробега. Она по пробегу была, а еще по цене самая дешевая. На тот момент, когда мы ехали обратно. Когда я машину уже забрал, вот буквально 3 дня назад, я заходил, с поезд сохранился. Открываю мобиль ЭДС, смотреть клиенту автомобиль. Захожу, а там Эмки. Ага, что там? И 12 автомобилей. То есть по цене, в принципе, там все вот где-то в этом районе и варьируются. Опять же, на механике я говорю. Механика очень важна для меня была. Купил сюда 19-е диски, сразу взял зимнюю резину. Я не хотел на нем ездить, если честно. Думаю, зимой ездить не буду, соль. А потом просыпаюсь и думаю, покупаешь себе М2 и не ездить зимой. Ну это бред. Взял 19-е зимнюю резину. Летняя, по-моему, на 20-х дисках. По комплектации люк. Зачем он, конечно, нужен был тут? Если честно, я даже его не видел. Когда пришел второй раз, думаю, блин, люк есть. Это, в принципе, 70 килограмм веса. Но тушка тяжелая. 1625 килограмм весит. Ну, в принципе, это не спортивный автомобиль, на котором я буду дрифтить. Что я сейчас сказал? Да, это не тот автомобиль, на котором я буду ездить на трехе. Так будет правильно сказано. Крышка багажника железная. Тут все из железа. Капот железный. Очень тяжелый автомобиль. Но очень эмоциональный. То есть, у дорестайлинговой версии были еще не LED-фары, не фонари. Не LED-фонари. Мне это тоже не нравится. Это один из моментов, который я не хотел. Другой мотор. А, в принципе, я хотел этот. И по комплектации у нас здесь комфортный вход. И все. Комфортный вход, люк, фары. М-дифференциал. М-подвину, это понятно. Что там еще было такое? Карплей я уже сюда установил. Недавно, два дня я просидел с Карплеем. Проигрался. Установил новые карты. Я прошиваю при помощи BimmerDock Владимира свой BMW. Точнее, прошиваю карплей. Мне нужен инет-кабель. Вот он у меня запылился. Лежит уже давно. А, в общем, Владимир прислал. Либо вы можете пользоваться ботом Владимира BimmerDock на Телеграме. Я им не пользовался. Но говорит, что использовать его достаточно просто. И можно купить быстро и комфортно. Также есть видеоинструкция, которую я сейчас смотрю. Как это все делать. Но, по сути, там очень просто. Зашел, дал код. И он начинает прошивать. Для того, чтобы включить зажигание и диагностировать автомобиль, я пользуюсь следующим лайфхаком или способом. Нажимаем три раза на кнопку старт. Раз, два, три. И у вас включается зажигание. Правда, пишут, что вы в диагностическом модусе. Диагностический модус. Ну, по-немецки так, не знаю, как по-русски. Прошу прощения за мой русский язык. Подключаемся к автомобилю. Судя по инструкции, Владимир говорит, что нужно ждать 40 секунд примерно. Тогда машина включается полностью. Что мы и сделали. Лучше ее завести. Но, так как я в помещении, будет вонять. Не хочу, чтобы воняло здесь. Нажимаем на поиск. Найдем. Найден вин автомобиля. Идентификация. Вот теперь нужно дать мой пароль, который он мне прислал. По сути, все очень просто. В общем, все вот эти линки я добавлю в описание. Если вам будет интересно прошить свой автомобиль, пожалуйста, обращайтесь. С парнем общаюсь уже давно. Поэтому за его адекватность могу сказать слово. У меня просто личные контакты Владимира есть. Мы общались неоднократно на разные темы. И он мне помогал с установкой моего ИСТА, Инпа и всех вообще... Все, что связано с BMW. Канал сейчас прочитал нам автомобиль. И мы начинаем. Пошло работать. Пымс, выключилось сразу. Все, потушил автомобиль. Китай-то, началось что-то шуметь. Что-то шуметь. Главное, каком подключить зарядки. А то были у меня уже случаи. Машина тоже не мешала бы. Но так как автомобиль у нас свежий, с аккумулятором проблем быть не должно. И тут у нас вот такой вот еще есть эксклюзивный автомобиль. Где этот, открываешься там? Вот он. А-а-а, 3, 6. На двух турбинах. Все серьезно здесь. С той стороны 2JZ стоит. Смотрите. Три двигателя в одном месте собрались. Причем легендарные. Ну, хотя этот двигатель так себе легендарный. Он там 1080-90 ходит. У него проблемы не менялись сейчас. Здесь уже менее на 60 тысячах. Эти моторы ходят. У этого автомобиля сейчас 180, по-моему, 6 тысяч пробега. И GZ-ты ходят. Но S55 самый современный. Ну, что у нас? Готово? Хопа. Так. Пойдем проверять. Выйти. Так. Перезагрузка. Перезагрузка. Переподключение. Использовать CarPlay. Я уже делал это, кстати, второй раз делаю. Не знаю, что-то у меня не получилось. С первого раза. Перезагрузил. А вот теперь получилось. Перезагрузка. И все теперь работает. Отлично. Теперь я использую CarPlay. Спасибо, Владимир. У меня получилось со второго раза. Нужно было перезагрузить устройство. Кстати, в конце видео по инструкциям говорит, что нужно перезагрузить устройство. Я переподключил свой телефон с ним. У меня не показывал CarPlay. После того, как я переподключился. Или перезагрузил головное устройство. Переподключился еще раз Bluetooth к нему. Соответственно, заново все сделал. И теперь CarPlay работает. Вот оно. Замечательно. CarPlay это вещь. Спасибо еще раз. Владимир за свою помощь и поддержку. Пойду устанавливать карты. Карты нужно устанавливать через флешку. Флешка уже здесь. Сейчас скачиваю. Включаю машину и закачиваю. Ну и следующий день у меня обновление карт. Взял карты 22 года. Короче, у меня есть CarPlay. Работает. И у меня есть... Где она? Карта 22 года только что показала. Позиция. Версия. Версия. 22 год. Так что все работает. Отлично. Я справился. Я рад сам за себя. Спасибо Владимиру за помощь, за инструкцию. Его, которую он сделал. С картами пришлось. Я сначала сделал папку. Распаковал. Закинул на флешку. Она у меня не запрограммировалась. Думаю, может быть, RAF. Ну, это RAR. Датай. Закинул. Тоже не идет. Я распаковал папку. И уже папку, когда раскрылась. Все файлы, которые были в папке. Закинул на саму флешку. И она установилась. Так что, как-то так все работает. Отлично. Спасибо Владимиру еще раз за помощь. У меня все готово. Можно ехать домой, пожиться спать. Время, кстати, 12 часов ночи. Я пока не понял, что это за автомобиль. Потому что я на нем ездил только по-граждански. Когда будет постановка в 150 км в час, я скажу, что это в автомобиле и как он едет. А так, пока просто игрушка. Либо поджопник, на котором можно ездить каждый день. Достаточно комфортный. Я бы не сказал, что он жесткий. То есть так куда-то выскочить, какие-то дела сделать. Там в Мюнхен, Аугсбург, Ингельштадт здесь рядом. То есть достаточно комфортно, без всяких проблем. И механика. Это, конечно, прикольно, когда ты выходишь с других автомобилей. У нас все на автоматах. Раз сюда. Ти-тик. Оскому сбил. И поехал на других автомобилях. Рабочий автомобиль сейчас BMW 520D в G-серии. Ну вот как-то BMW, да. Теперь есть BMW. BMW M. M это мотивация. Сейчас пришло сообщение. Купили BMW X4. У официального дилера. Привезли в Россию. А он битый оказался. Можно ли вернуть автомобиль? Нет, вы не вернете автомобиль уже никак. Когда автомобиль пересекает границу, вы его уже никак не вернете. Поэтому, когда, тем более, автомобиль идет на экспорт, смотрите более подробно. Он даже говорит, что у него крылья красные внутри. Что-то переделали. Фонарь, фару. Ну, видать, может быть, ему и сказали. Может быть, он не понял. Не знаю. Но машину нужно смотреть. А тот человек, который смотрел ему автомобиль, видать, не досмотрел. Не через тебя? Нет, не через меня. Вообще, левый просто написал. Слышал сообщение? Я хотел вас узнать. Я привез машину X3 из Германии. X3, да. Саможел через Минск. Тоже все нормально. Приехал домой. Она выяснилась, что она битая. А покупала ее у дилера, ее официального. Как можно им претензию предъявить? Никак. Мой ответ. Никак не вернешь. Нет, ты, конечно, можешь с ним бодаться. Можешь ему e-mail писать. Выносить ему мозг. Я думаю, он тебя просто проигнорирует и все. Потому что экспорт, экспорт, никаких гарантий абсолютно. Если машина пересекает границу, все, до свидания. Не юридически, не физически. Ну, никак ты ее не вернешь. В общем, вот так вот. Так что будьте осторожны, когда особенно идет машина на экспорт. Отправьте кого-нибудь, посмотрите автомобиль. Это важно. И не важно, сколько пробегов автомобиля. Даже вот этот автомобиль. Если бы я покупал его клиенту, я бы так его никогда не купил. Это точно. Это была покупка для меня. Я знаю, что я делаю. Я знаю, что покупаю и несу ответственность за это. Да? То есть, если здесь какие-то были проблемы с автомобилем, я сам на это решение пошел. И я бы с этой проблемой уже поступал по-другому. Но я же говорю, у нас здесь есть немецкие такие законы, которые я мог бы дилеров на крючок иди сюда. Поэтому я полностью спокоен. И второе. Дилеру я этому доверяю. Потому что я покупал уже у него несколько автомобилей. Он знает, что он делает. Он добросовестный человек. И обманывать бы меня не стал. Вот так. То есть, тут два фактора сыграли. Я опытный и человек, который, я уже знаю, продавал данный автомобиль. Но вы так никогда делать не должны. Ни в коем случае. Кстати, багажник. Мы тогда М2 снимали, когда у нас. Помнишь, мы ездили, да, красивая? Синяя, да, была. Я еще тогда кайфанул. То есть, ты идешь с мыслью с такой, что ты когда-то хотел этот автомобиль. Потом садишься в него. Да, я его хотел. И ты постоянно проживаешь. А тут захожу. Милый. А если я уходил в Ла-8 продаться, что я буду покупать? Нужно же поменять автомобиль. То есть, в фирме должен остаться какой-то автомобиль, на котором я должен ездить. Ну, вот он остался. Багажник достаточно большой. Он практически такой же, как в пятерке. Ну, то есть, вот этот отсек только поменьше. Вот здесь вот. А так, по сути, там, смотри, сколько влезет. Большой багажник. Наверное, наверное, есть желание поехать на ней. Либо на Нордшлайфе, либо поехать на Хохенхайм, что поближе будет от нас. И попробовать ее просто на треке. По прямой, так сказать. То есть, развлечения есть, а дальше что мы с ним будем делать, не знаю. Пока просто катаемся и кайфуем. Машину застраховал, даже цены пока не знаю. Но я не думаю, что она будет стоить дороже Аудио-8. Аудио-8 стоила почти 2 косаря мне в год. Поэтому я зашел на те сайты, которые можно было пробить. Она 1300-1200 стоила. Ну, короче, не так дорога. Не дороже, чем А8. По именно части государственной, страховой. А по расходникам, конечно, тут могут быть вопросы. Хотя, оно, в принципе, плюс-минус там все одинаково. Поэтому теперь М2 Competition. 410 кобыл бензиновых под джопой. Две турбины. И поехали. Вам всего хорошего. Добывайтесь своих целей. Пока-пока. В первом видео я рассказывал о том, как я его купил. Купил я его практически не глядя, даже не заводил двигатель. Не смотрел автомобиль, я прошел вокруг и все. Что теперь? Теперь у нас были ремонты по мотору. Субтитры сделал DimaTorzok